всем привет всем здравствуйте сегодня у нас прямой эфир с юлией донченко сейчас мы юлю покажем не чуть раньше на одну минутку вышли привет всем здравствуйте мы начинаем наш прямой эфир тема сегодня у нас такая мы будем моделировать классические ногти классическим материалом будем работать твердыми гелевыми системами я буду сегодня делать коррекцию достаточно часто показываю в эфирах именно моделирование с этапом удлинения свободного края разные формы мы делаем как правило выполняем наращивание давно не показывала именно коррекцию натуральных ногтей твердыми материалами вот сегодня поработаем и сделаем выкраску красивую подборочку из коллекции my impulse выполним покрытием на натуральных ногтях укрепленным твердым гелем разворачиваю так я подготовила ручку сейчас буквально секунду настроим настроим нашу камеру что мы сделали коррекцию я выполнила на 3 на 4 пальчиках поработала здесь софт ньют гелем во флаконе и выполнила запечатку при помощи софт пинг желе оставила специально цель скажем так целенаправленно оставила указательный пальчик так давайте на вот так чуть камеру надо развернуть специально оставила длину натурального ногтя так так же как и на всех указательный выбрала не случайно потому что в данном случае он был самый проблемный ноготок у них агрефозные он такой слегка клюет вниз у ногти не хватало ногтевой пластины свободный край не хватало нам боковой параллели поэтому я его оставила для доработки как вот именно на таком проблемном ногте выполнить коррекцию так убираюсь кадром материалы и начинаем подготовку любое любую процедуру мы начинаем выполнять дезинфекцию рук мастера рук клиента при помощи очищающего спрея производим дезинфекцию работаем мастер в перчатках обязательно ногтевую пластину сейчас мне нужно будет подготовить таким образом мне нужно убрать чрезмерную длину свободного края указательный пальчик мы по длине визуально сравниваем с безымянным до чтобы они у нас были одинаковые здесь мы видим и деформацию и нехватку боковой параллели и соответственно свободный край неровный я его опиливаю при помощи пилочки 100 на 180 единиц сначала по торцу слегка подбираю длину и выполняю подчищение и заужение боковых параллелей форму мы сегодня ставить не будем будем выполнять запечатку свободного края и запечатывающим материалом при помощи софтпинг желе будем восстанавливать боковую параллель для того чтобы у нас ногти в итоге получились одинаковые по длине длину свободного края на указательном пальчике я сделала чуть чуть короче чтобы эту длину восстановить потом при помощи запечатывающего материала ну вот скажем черновой вариант ноготок у нас подготовлен здесь он в зоне в роста небольшая отслойка остатки предыдущего материала я буквально легкими движениями пилочка просто снимаю ее по поверхности следующим этапом при помощи апельсиновой палочки я отодвигаю кутикулу моя задача ее отодвинуть прокрутить и отделить убедиться в том что у меня не осталось склеек и полностью ногти кутикула отделилась от ногтевой пластины далее будем работать при помощи каплевидной фрезы каплевидную фрезу вставили в аппарат до упора закрыли механизм зажима и начинаем работать на скорости можно работать диапазоне 12 14 тысяч оборотов в минуту я начинаю от центра выставляю фрезу относительно фронтальной оси слегка по косой и легкими приподнимающими движениями акцент у меня на внутреннюю часть кутикулы двигаясь справа налево доходя до синуса я вывожу фрезу по косой за границу ногтевой пластины натягиваю на себя валик около ногтевой и со стороны валика плавно подхожу к пазухе сначала двигаю сверху вниз прохожу синус поворот сверху вниз двигаясь убираю остатки опила следующим этапом подкручивающим движением против рисунка кожи выхожу на боковой валик взрыхляю ама залилась и далее этой же фрезой разворачиваюсь и двигаюсь по рисунку кожи сверху вниз и ама залилась убираю и сразу выполняю шлифовочку подшлифовываю еще продублирую и можно уже круговыми движениями выполнить шлифовку далее я работаю без смены реверса работаю на форварде разворачиваю пальчик укладываю фрезу непосредственно на боковой валик не на ноготок а именно на валик и так же со стороны бокового валика взрыхляю против рисунка кожи ама залилась и потом далее по рисуночку кожи уже убираю образовавшуюся гребешок и можно также продублировать еще раз круговыми движениями выполнить шлифовку по боковому валику далее я носик опрокидываю то есть закидываю прям ручки практически смыкаю между собой и плавно носиком подхожу под правый синус и выполняю движение навстречу то есть у меня и пальчик прокручивается и привод в руке двигается сверху вниз еще раз прорабатываю сильно пальчик прокручиваем дохожу до середины возвращаюсь в исходное положение перехватываю еще раз дублирую свое движение далее фрезу не хочу менять мне не хочется работать с режущим инструментом поэтому нижней части фрезы я прохожусь по заднему валику можно слегка бочком вывернуть вот у нас встает также взрыхляется против рисунка кожи и по рисуночку кожи прохожу срезаю то что возможно срезать и также по заднему валику выполняю небольшую шлифовку вот таким образом мы произвели аппаратную обработку пользуясь только одной фрезой в дальнейшем после опила при необходимости мы также сможем дополнительно отшлифовать следующим этапом после каплевидной фрезы я обязательно пройду фрезой безопасной это твердосплавная фреза пройду я ей для того чтобы еще больше приподнять задний валик и выгрести из складок остатки педермального опила и соответственно птериги то есть все что мне на ногтевой пластине создает неровность безопасной фрезой я работаю на скорости 18 20 22 тысячи оборотов также делаю это на форварде не переключаясь на реверс укладываю фрезу на поверхность ногтевой пластины двигаюсь уже по ноготку подхожу под правый синус начинаю плавно разворачиваться что я сейчас делаю я завела безопасную фрезу под задний валик и вот за счет своих грани как лопатка она выгребает остатки опила и спириде который мы не смогли доработать призой с алмазным напылением вот таким образом то есть у нас под кусликула под задним валиком образуется гладкая поверхность ногтевой пластины что позволит нам потом качественно выполнить покрытие проработали далее при помощи евроклинсера мы обезжириваем ногтевую пластину салфе . евроклинсер выполняем обезжиривание и дальше двигаемся уже по классической технологии наносим nail prep на всю поверхность ногтевой пластины много времени это не занимает не стоит его вырисовывать просто быстренько разнесли на поверхность nail prep испарился на воздухе и остатки влаги убрал с поверхности далее мы берем ультрабонд это грунтовка праймер наносим его тонким слоем с отступом от кутикулы в миллиметр без нахлёста сначала можно в центре потом пройти по боковой линии с одной стороны и аналогичным образом с другой стороны можно пройти по торцу ультрабонд не должен быть сильно жирным он испарится на воздухе сохнет он при соблюдении технологии подсушить его нужно в течение двух минут пока ультрабонд у нас подсыхает я расскажу немного про софт пинг желе это скульптурный высокой вязкости гель видите даже в баночке видно следы вот как как его кисточкой брали такие следы остались то есть он сохраняет фиксирует форму и соответственно в данном случае я его буду использовать в качестве запечатки свободного края гель этот буду выкладывать по боковым линиям восстанавливать боковую параллель и запечатывать торец для чего мы это делаем если перевернуть ручку посмотреть например вот на других на других пальчиках видите вот четко видно вот этот запечатывающий кантик то есть на других пальчиках я выполнила ту же самую работу вот у меня торец видно до розовенький по периметру всего свободного края у меня лежит искусственный материал что соответственно предохраняет свободный край от механической нагрузки от этого не стираются торцы и также предотвращает появление отслоек зоне свободного края гель высоко вязкости я окунаю туда кисточку похлопывающими движениями и вытаскиваю такую вот можно сказать колбаску длинную эту колбаску я укладываю на боковой валик и начинаю прикреплять ее к торцу ногтевой пластины делаем это достаточно аккуратно прям на кожу прикрепляю потому что после полимеризации материал от кожи очень хорошо отойдет вытягиваю обращаю внимание на то что я сейчас не покрывала ноготок базой сделал это целенаправленно так как присоединяю прямо на кожу и если бы мы базой покрыли у меня бы сейчас все потекло много мне нужно здесь восстанавливать поэтому прям на ультрабонт и на голый ноготок вытягиваю запечатку буду выполнять в два этапа у нас нет толщины ногтевой пластины ноготок тонкий чтобы запечатка мне не заворачивалась во внутрь я сначала выложила кантик фактически на поверхность и далее доложу бака и опущу боковую параллель 30 секунд можно подсушить подсушиваем так пока у нас сохнет я как всегда немножко порисую если мы посмотрим в торец у нас сейчас натуральный ноготь который фактически толщины никакой не имеет если я сразу начну выкладывать в торец у меня запечатка завернется вовнутрь поэтому я сначала выложила на поверхность а сейчас вторым этапом буду выкладывать уже по торцу чтобы закрыть вот этот стык геля искусственного и натурального ногтя если вы выполняете коррекцию вас толщина торца сохранена материал не полностью спилен то можно сразу выкладывать в один этап на торец еще раз похлопала вытащила кисточку также к месту прикрепления подхожу и смотрите я сейчас вот эту колбаску я ее как бы опускаю вниз то есть вот при взгляде сбоку если мы посмотрим я восстанавливаю боковую параллель нам ее не было недостаточно мы сейчас ее восстанавливаем и здесь также с другой стороны аналогичным образом двигаюсь из запасом на пил также опускаю боковую параллель подсушивая и далее уже приступлю к нанесению базы можно и так и так поступать можно например сначала на ногтевую пластину подготовленную нанести ну вот у нас есть тут какая-то длина некая до себе представим не хватает боковых частей можно нанести ультрабонт как я сейчас делала и восстановить боковые параллели запечатать торец а следующим этапом нанести базу можно наоборот наносим базу и потом уже прикрепляем вот эту запечатывающий кант так как я подходила высоко к в ростом базу нанесу вторым этапом чтобы у меня запечатка не потекла рисунки наши убирают пока далее в качестве базы мы используем супер bond гель это базовое покрытие для твердой классической гелевой системы нерастворимая наношу его тонким вбивающим втирающим слоем с отступом от кутикулы в миллиметр вот таким образом без попаданий на кожу кисточку очищаю и прямо такими движениями втерла в ноготок подсушиваем укрепление по поверхности можно выполнять любым удобным для вас материалом можно работать софт ньют гелем можно софт пинком работать во флаконе также можно использовать и например hard базу таком же варианте пожалуйста хотите используйте скульптурную камуфлирующую гель лаковую базу можно работать гелем из баночки то есть вы выбираете удобный для вас вариант по консистенции по цветовой гамме то есть работаете как вам удобно я в данном случае на предыдущих ручках выполняла укрепление софт ньют гелем гель во флаконе достаточно удобно им работать сразу с кисточкой по гель лаковой технике очищаю кисточку набираю буквально немного материала на носик чтобы гель не стекал мне очень нравится за счет того что в зоне кутикулы ложится очень тонко граница получается такая очень хорошая можно делать фактически на чистоту маникюр потому что в зоне кутикулы перед не приходится достаточно просто пройти шлифовщиком я наношу тонкий слой набираю на кисточку капельку материала и добавляю в центре таким гелем можно работать в технике без опила если вы например делаете укрепление овал у вас форма овальная миндалевидно овальная конечно больше всего подходит можно совершенно спокойно работать без опила конечно же квадрат то что мы делаем сейчас выполнить без опила но фактически невозможно то есть не будет четкой правильной архитектуры поэтому квадрат в любом случае опиливаем а с овальной формы очень удобно флакон с кисточкой то есть это ускоряет значительно время нашей работы подсушиваем сейчас 30 секунд подсушу и уже нанесу второй слой гель во флаконе конечно в сравнении с гелем в баночке он более жидкий но удобство в работе тоже есть он видите очень хорошо сама выравнивается моделируется еще раз делаю акцент на кутикулу в зоне кутикулы очень тонким слоем ложится исключает моменты каких-то ступеней переходов пока переверну главное переворачивать и сцентровывать чтобы материал у вас не подтекал также наберу капельку и вторым слоем добавлю протянул центральный продольный изгиб немножечко спущу толщину с запасом на опил по боковым поверхностям также переворачиваем сцентровываем в перевернутом положении контролируем продольный изгиб и вот при необходимости я немножечко в бачок добавляю сушим время полимеризации у материалов две минуты это касается и гелий во флаконе это также касается гелий в баночке то есть любой материал мы просушиваем в течение двух минут в качестве запечатки мы сейчас использовали soft pink желе выполнили запечатывающих кант по торцу также можно использовать натурал композит гель он предназначен тоже для запечатывания свободного края я как-то в расход взяла именно soft pink желе потому что обычно мы его используем при моделировании сложных сложных форм для выкладных френч и для удлинения тела ногтя и большой объем хочется просто выработать да поэтому я взяла его в работу и стала пользоваться на клиентах именно в качестве запечатки свободного края чтобы материал у нас скажем так не пропадал все все шло в пользу после просушки ногтевую пластину мы обезжириваем также при помощи евроклинсера я снимаю дисперсию обязательно обезжириваю с внутренней стороны и после того как мы просушили обезжирили при помощи вот такой фрезы конусовидной с алмазным напылением мне нужно этот запечатывающий кант изнутри выровнять сделать его в одной плоскости с ногтевой пластиной чтобы при вот таком движении у меня не было момента что цепляется апельсиновая палочка за ноготок переворачивая пальчик укладываю фрезу на поверхность и вот такими поглаживающими движениями то есть я сейчас фактически формирую нижнюю арку когда мы выполняем моделирование удлинения на формах нижнюю арку мы формируем путем постановки формы когда мы делаем запечатку нижнюю арку мы формируем путем опила обращаю ваше внимание на то что я не опиливаю ноготь с внутренней стороны я его не делают тоньше что нужно фрезу и только убрать такие загрязнения от жизнедеятельности до почистить снять желтизну ногтевой пластины натуральной все выровняли и далее мы можем уже непосредственно приступать к опилу по поверхности в зоне кутикулы еще раз обращаю ваше внимание вообще смысла пилить нет что нам нужно нам нужно проработать свободный край то есть проработать форму проработать по торцу выполнить выравнивание боковых параллели открываю толщину торца опил у нас также классический и начинаю открывать толщину боковых линий делаю это сразу в трех плоскостях снизу сбоку и выхожу наверх опять снизу сбоку наверх я сразу выполняю и заужение и убираю излишнюю толщину валик на себя натянула уложила пилочку и двигаюсь снизу сбоку сверху не делаю сразу такой вот окончательный вариант я подберу с одной стороны и дальше буду подбирать с другой стороны как я вам говорила после полимеризации soft pink желе он от кожи у нас отошел совершенно не проблема завести пилочку двигаемся четко ровно без закруглений вверх вниз подбирая сразу боковую параллель в трех плоскостях снизу сбоку и сверху почищаю при этом смотрю в торец на толщину по поверхности чтобы понять сколько мне нужно заработать еще по поверхности на телефон чуть чуть выше подниму и ночью будут цеплять укладываю сначала контролирую толщину боковой параллели сразу выхожу на поверхность зоне свободного края при этом и толщину торца контролирую с одной стороны разворачиваю пилочку выхожу на поверхность с другой стороны обратите внимание что пилочка у меня двигается без скругляющих движений четко дальше можно развернуть ноготок по боковой оси посмотреть на изгиб и уже скажем так толщину в центре толщину стрессовой зоне проконтролировать гель у нас очень хорошо лег он выровнялся получился гладкой хорошей поверхностью но так как мы начали опилы со стороны свободного края конечно нам теперь нужно опилить полностью всю поверхность в зоне кутикулы буду проходить только шлифовщикам пилочка прорабатывать там не буду я сейчас на секунду выдаю с кадра для того чтобы кисть развернуть по фронтальной оси и посмотреть на на ноготок на пил именно по торцу хочется еще немножечко заузить его боковые параллели мы доложили но заужение все-таки хочется сделать и еще раз дорабатываем по торцу выравниваем толщину торца работаю полностью в зоне всего свободного края по всей поверхности свободного края вот таким образом мы восстановили восстановили форму после того как мы пилили пилочкой 100 на 180 единиц я выполню шлифовку также шлифовщиком 100 на 180 единиц начну это делать более грубой части для того чтобы царапки грубые убрать от абразива по поверхности также продублирую по торцу по боковым линиям и уже разверну более мягкой стороной и проработаю в зоне кутикулы в зоне кутикулы наша задача просто снять блеск для того чтобы у нас покрытие прикрепилась на материалы прикрепляются друг другу либо за счет дисперсии либо к пилиной поверхности если вы видите что есть необходимости доработать по маникюру можно нанести например кутикулу ремовер буквально на две минутки и убрать опил также я еще очень люблю шлифовщики такая разновидность карбидокремниевых камней на 8000 оборотов можно пройти и выполнить небольшую шлифовку по заднему валику по боковым если есть такая необходимость и такое желание можно это сделать кстати финишном варианте можно еще и вместе с сочетанием с маслом после покрытия после финиша еще один момент смотрите у нас в любом случае остается опилы когда мы просто убираем обезжиривателем у нас пыль полностью не уходит я очень люблю такие вот маникюрные салфетки не очень хорошо убирают пыли сухая салфетка вы просто берете такими втирающими движениями от кутикулы вот свободного края под кутикулу вот так наверх видите и очень очень хорошо меня пыль сразу вся уходит убираем следы опила и для более такого хорошего комфортного результата наносим кутикулу римовер кутикулу римовер наносятся на кутикулу боковые и под ноготок для того чтобы пилу брать сразу отвечаю на вопрос не будет ли отслоек не будет отслоек потому что кутикул римовер мы уберем и перед покрытием ногтевую пластину обезжирь им конечно если вы понимаете если вы видите что у вас клиент плохо носит постоянно систематические отслойки то этапа с кутикул римовером можно избежать но сказать что он прям может спровоцировать нет хорошо носится ногтем даже если на классику мы используем кутикул римовер время выдержки минута-две мне сейчас особо растворять здесь что нужно только опил только для того чтобы почистить там и я просто пройдусь продублирую вот этот изгиб апельсиновой палочкой с чищу остатки опила возьму дальше эту же салфеточку и уголочком салфетки уберу римовер с поверхности смотрите если вы видите что вот то есть где-то необходимость доработать есть здесь одной фрезой работала не использовала больше никаких инструментов и сейчас вижу что после опила там где-то крошечка данная какая-то осталось пожалуйста можно взять режущий инструмент и буквально просто точечно именно в той части где у вас что-то торчит что-то мешает занос пилки в любом случае присутствует можно взять инструмент и доработать также убрала с внутренней стороны перешла к среднему пальчику также убрала с внутренней стороны вот натягиваю кутику вот задний валик раскрываю и вижу что у меня опять-таки от заноса пилки остался небольшой кусочек я его точечно убираю режущим инструмент это не значит что мы сделали обрезной маникюр клиенту после аппаратного просто точечно убрали то что нам может помешать и испортить уже потом конечные конечный результат картина наш переходим к большому пальчику также убираю кутикулу римовер все ручка готова наша к покрытию обезжириваю ногтевую пластину так как использовала римовер что мне штатив опустился обезжиривание выполняю также от свободного края вот так в круговую под кутикулу от свободного края под кутикулу 1 2 движений вполне достаточно и далее уже можно приступить к выполнению покрытия а тема у нас не прикрепилась на мы выполняем коррекцию при помощи твердых скульптурных гелей то есть у нас сегодня классика классику мы прорабатываем классическое моделирование укрепление буду господи цвет на тему переключилась цвет буду выполнять цветное покрытие из коллекции my импульс сделаю разные цвета не знаю у кого как у нас вода в ростове не очень хорошая погода мы решили поднять себе настроение и сегодня мои импульсом поработать внести краски в нашу нашу жизнь так возьму 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 цвета наиболее скажем так весело сочетающиеся друг с другом вот такой вариант и начну приступать к покрытию для покрытия я еще буду использовать линеарную кисточку на втором слое если будет необходимость подвести под кутикулу мы выполним это при помощи линеарной кисточки так ну с чего начнем давайте так 369 цвет красивый такой насыщенный первый слой буду перекрывать достаточно тоненько укладываю кисточку на поверхность подталкиваю под кутикулу настолько насколько мне позволяет это сделать кисточка подтолкнула далее прохожу по боковой поверхности разворачиваю слегка ноготок с другой стороны прохожу по боковой поверхности длинным движением уложила кисточку и протянула вообще цвет также имеет свойство самовыравниваться обязательно прохожу по торцу торцы мы всегда перекрываем и перед тем как сушить я еще чуть-чуть куда мне кисточка позволяет подтолкну материал под кутикулу сушим сейчас по 30 секунд будем просушивать так это у нас 369 по сочетаем цвета пока покрываю можете позадавать вопросы если у вас возникли в процессе какие-то вопросы у нас сейчас есть время свободное на просушку материала поэтому мы можем поговорить так следующий цвет буду использовать 368 новая ручку если будут вопросы ты мне прочитаешь хорошо также набираю очищая кисточку и набираю небольшое количество на носик укладываю на поверхность подталкиваю до тех пор куда мне позволяет кисточка протягиваю в центре не покрываю жирно хороший цвет пигментированный плотно он хорошо перекрывает поэтому сильно большой слой давать не нужно особенно с первого раза с одной стороны также подталкиваю покрываю фактически лежа под телефоном для того чтобы поближе вам видно было процесс непосредственно покрытия легкими движениями без далеко я лежу под телефоном как покрываю куда еще так далеко по торцу прохожу на всех этапах вы проходите обязательно по торцу сушим я покрываю тут легла что спрашиваю может быть причина быстро отслойки материала уже через несколько дней видно отхождение см это здесь нужно смотреть на технологию в первую очередь на выполнение маникюра остается ли у вас например ты ригей да и тоже это может быть причиной отслойки на нанесение базы то есть обратите сначала в первую очередь внимание на технологию как вы выполняете процедуру и потом уже методом исключения можно поработать с материалами какой вы базу пользуетесь какой материал но в прежде всего все таки это архитектура так следующий цвет я возьму 370 также набираю на кисточку вообще в первую очередь конечно важно именно архитектура искусственных ногтей важен материал которым вы работаете насколько он подобран подходящим скажем так образом под ногтевую пластину клиента влажные сухие ногти то здесь нужно все-таки разбирать можете прислать фотографию в директ вашей работы вашего проблемного клиента с отслойками можете мне в директ написать прямо с фоткой и давайте поразбираем ее с удовольствием помогу приму в этом участие также первый слой куда мне кисточка позволяет я под кутикулу подтягиваем и без давления на кисть перед просушкой я прохожу по всей поверхности видите такими легкими движениями чтобы у меня выровнялся цвет и покрытие было однородным перекрываю торец и сушу отслойка по торцу беспокоит отслойка по торцу для того чтобы не было отслойки по торцу обязательно нужно работать в той технике которую мы выполняли с вами сейчас запечатка свободного края это единственный такой железобетонный способ который нам обеспечивает хорошую носку без отслоек по торцу возьмите в работу эту технологию и проблем с торцами у вас не будет никогда никаких так 366 следующий цвет у нас очень красивый вкусный мой оттенок и таки очень люблю так стой убираем все что увидели да то что у нас открылось нашему взгляду после обязательно ли прокрашивать по нашей технологии смотрите мы всегда работаем мы всегда работаем на то чтобы у нас материал носился дольше чтобы у клиента эстетический вид сохранялся и торцы мы всегда перекрываем да конечно со временем старцов всегда материал сходит но это произойдет через там полторы недели через две недели и только потом уже пойдет основная вот эта нагрузка на свободный край потому цветом торцы перекрываем всегда также выставляю кисточку подталкиваю кутикуле стягиваю по всей поверхности ровным движением подхожу длинным движением по всей боковой поверхности также уложила цветом немножечко на кисточку надавила такое небольшое давление под кутикулу подталкиваю вот прям цветом потихоньку нажала и смотрю какое количество материала у меня выходит из-под кисти и обязательно перекрываю торец торец перекрывая когда обращайте внимание на то чтобы вы не сгружали материал на свободный край что таких уточек не получилось если все таки он сгрузился пройдите продублируйте по поверхности просушиваем цвет покрываем обязательно в 22 слоя в два тонких видно я не наношу большой толстый слой два тонких слоя материал хорошей пигментации он качественно перекрывает в два тоненьких слоя получаются хорошее насыщение цветом набираю на капельку давай ручку подтолкнули стянули до большой пальчик у нас пошире ногтевое ложе здесь нам есть где разгуляться подтолкнула и пошла протягивать по всей поверхности чтобы материал не стекал не набирайте много на кисть очищайте лучше сделать покрытие по всей ногтевой пластине и потом уже финишным таким вариантом добавить если вы видите что где-то не хватает и обязательно уголком кисточки проходим по торцу сушим кажется катя близко сильно сделала нет я прямо получается и ухожу немножко из кадра так все мы с вами приступаем к покрытию уже вторым слоем будем делать покрытие максимально поближе под кутикулу при необходимости можно использовать апельсиновую палочку слегка отодвинуть кутикулу покрыть и пока ноготок просохнет у нас кутикула становится обратно то есть принимает свое видите я отодвигаю я вижу там пространство еще скажем так на неделю носки отодвинула кутикулу апельсиновой палочкой не ушла из кадров смотри что мне получается под телефоном подталкиваю такими легкими движениями подталкиваю разношу по поверхности прохожу кисточкой по бокам можно развернуть на бочок слегка натянуть боковой валик проконтролировать ровное покрытие с другой стороны еще раз дублирую по торцу крошечки если попадаются убираем и дальше я беру капельку материала на линеарную кисточку вот на носик прям горошинку и материалом волной цвета под кутикулой делаю плавное движение в одну сторону разворачиваю и волной цвета прохожу под кутикул очень важно набирать именно капельку материала цветного чтобы не оставалось от кисти линеарный следа до такой проплешины мы таким образом сушим 30 секунд подсушиваем и можем переходить к следующему цвету конвейером нас все пальчики уже досохнут как глянцем покрыть или глянцем да пока ноготок сохнет подготавливаю следующий цвет очень красивое сочетание вообще цвета конечно супер бомбические также подталкиваю насколько кисть мне это позволяет сделать подстроила мне ломки что я ложусь видите когда неудобно да и сниму сразу получается что не раз материалы затек я не люблю вытирать палочкой все растирается поэтому лучше обезжирить оставить этот ноготок перейти к следующему подсохнет и вторым слоем мы уже перекроем иначе сейчас потечет второй раз по тому же самому месту набрали смотрите вот обращаю внимание на желтый до самый такой цвет как правило считается что он ложится как-то не очень ровно не плотно очень плотно перекрывает с двух не толстых слоев для него не нужна специально там подложка какая-то еще что-то прям вот на камуфляж перекрываем выравниваем по поверхности подталкиваем к кутикуле и уже дорабатываем поближе линеарной кисточкой кстати цвета они тоже имеют свойство самовыравниваться поэтому даже по наполнению цвета вы можете понять если где-то у вас ямка это будет видно также капельку цвета набираю на кисточку и волной цвета подталкиваю под кутику добавляю не подгоняю с другой стороны к синусу подхожу прям поближе сушим сейчас вернемся к нашему безымянному пальчику после 30 секунд девочки вопросы пока мы покрываем можно позадавать вопросы красивое сочетание летние не нет и суши еще хотя бы 30 секунд но обязательно подсушить необходимо сверху будем покрывать глянцевым топом подчеркнем наш блик красивый подтолкнула стянула перекрыла бока не забывайте про торец еще раз повторюсь обязательно нужно перекрывать торцы прохожу по торцу уголком кисточки полностью его перекрываю и набираюсь немножечко материала для того чтобы наполнить сделать цвет более насыщенным и подтолкнуть поближе к кутикуле линеарной кисточкой также мне здесь по бокам необходимо проработать опуститься выровнять боковую линию в большей степени под кутикулу мы покрыли то есть вот эти моменты уголочки вот эти синусы повороты не всегда удобно под подлезть кисточкой с флакона можно это сделать линеаркой сушим вам посъехала так такой вариант можете написать в комментариях какие вам цвета нравятся из этой коллекции все ли нравится клиентам уже есть у вас эта коллекция какой цвет самый ходовой потому что у нас например где могу сказать что по школе в первую очередь ушел цвет шиммером 372 тоже пользуется большой популярностью но здесь цвета совершенно потрясающие все вторым слоем тоненько перекрываем все цвета из этой коллекции у нас к сожалению пальчиков только 5 на руке поэтому все цвета мы не можем покрыть добавляю каплю возвращают своей арочки и просто по уголочкам подтягиваю и здесь также аналогично скользящим движением спустилась и ровно до свободного края по боковой линии правила и вот здесь вижу немножечко хочу есть еще чуть-чуть кутикуле довести сушим у нас остался пятый цвет который мы будем наносить покрывать очень сочная летняя коллекция называется на мой импульс под летнее настроение под летние дизайны обратите внимание вот ложечки принесли цвета абсолютно отражают до цвет во флаконе цвет на ногтевой пластине добавляем набрала на кисть еще материала для того чтобы разнести по ширине ногтевой пластины еще по дороге мы что-то нацепляли в лампе да как из истории я ничего не трогала но почему-то уже нацеплялась и также я сейчас возьму линярку и доведу под кутикулу набираю капельку у нас вопросов нет я так люблю когда задают вопросы тут есть вопрос когда выйдет эфир с новыми акригелями да я думаю что это кати нам расскажет по выходу новинок я бы тоже очень хотела провести эфир с новыми акригелями потому что я до мозга костей моделирующий мастер и очень люблю моделировать именно акригелями так как они имеют такую большую возможность нам дают можно арочные ногти выкладные френчи делать ну то есть вот самое такое сложное кайфовое моделировать большую длину и подводим подгоняем подталкиваем и также бачок спускаемся и протягиваем сошим финишное покрытие будем выполнять с вами глянцевая глянцевый вариант это все-таки ультрашайн самые самые жесткие самый блестящий у меня не всегда цвет ровно ложится это из-за того что материала много на кисточке до цвет неровно ложится из-за большого количества материала я вот сейчас в процессе покрытия специально акцентировала свое внимание на то что цвета плотно пигментированы и наносить их можно достаточно тонко у них хорошая пигментация когда вы наносите на ровную поверхность тонким слоем соответственно и покрытие получается ровным обратите внимание на количество материала на кисточке и обратите внимание на именно покрытие на саму архитектуру чтобы все было ровненько там у вас при помощи ультрашайна это глянцевое покрытие перекрываем можно кстати гель-лаком когда вы работаете тоже ультрашайном покрывать но тогда также обращайте на хорошее укрепление то есть хорошим укреплением что это показать в сравнении 365 и новой синие с платоникла перенесет нам юля сейчас мы посмотрим сушим что мне ультрашайна выдала какой-то старик это платоник лав и что еще попросим и платоник лава синий цвет так пожалуйста вот это платоник лав давайте подвинем смотрите такое продолжение нет и 365 вот я их специально девочки посмотрите я специально выложила их рядом и следующие цвета полотоник лав вот такое отличие катя добавишь по отличию цветов попросили сравнить 365 и вот эту коллекцию давай ручку пока ведут абсолютно разные да здесь прям такой лаванда но это небесный ты знаешь что мне много лет просили особенно девочки с европы сделать такой вот прям чистый небесный ну вот этот цвет он он не голубой на мой взгляд он в лаванду уходит можно вот же сиреневый да я такой прям небесный голубой что значит хорошее укрепление укрепить полигелем свободный край хорошее укрепление подразумевает твердые материалы для укрепления и правильную архитектуру то есть хорошая в данном случае я имела ввиду достаточно достаточно материала по боковым поверхностям наполнение стрессовой зоны перекрытие торцов то есть вот это считается хорошим качественным укреплением соблюдение архитектурных параметров потому что гель-лаком тоже можно хорошо можно хорошо укрепить и я говорила к теме о покрытии ультрашайном что при хорошем укреплении гель-лак на гель-лак тоже можно покрывать ультрашайм хорошо стоит как на гелевых так и на гель-лаковых все степени все про пригили ну значит тема следующего эфира нам нужно покрыть гель-лак раз я спрашиваю скажите пожалуйста какие-то дизайны тут актуальны летом дайджест классный дайджест новый там тропическая нас тематика очень активно совершенно потрясающие туканы листья попугаи как сам тренд даже если не брать дизайн это смешение ярких оттенков в одном ногте и в десяти пальцев очень актуальные мультяшные истории тоже у нас дайджести просто супер крутые дизайны до торец сушим ультрашайм быстро схватывается фиксируется при покрытии можете буквально там на 5 10 секунд отправлять его в лампу под полимеризовывается переходить к следующему ноготку потом финиш на просушивать уже две минуты давай ручку тоже экономим время также имеет он самовыравнивающие свойства то есть он хорошо выравнивается также в тонкий слой можно его перекрывать не скатывается не пачкается прекрасно стоит на сохраняет цвет не желтит на белом ну вот ультрашайм он прям мог огонь самый супер топ из глянцевых сушим дайджест 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 давай повыше супер дайджест но на самом деле дайджест это конечно наше детище с юлей да юль скажи скажи слово в эфире потому что очень много мы для создания дайджест скажем так и вдохновение своего вложили души такие красивые яркие сочные варианты вот это тренды летнего сезона сейчас я прям открою цветочные принты тоже очень актуальны мне конечно безумно просто безумно нравятся именно тропические что кому-то мультяшные да вот есть у нас и такой пляжный вариант опять-таки обратите внимание все в сочетании цветов то есть сочетание разных цветов когда на ноготках у нас не один там два цвета а полностью ну вот кстати туканы о которых я говорила и вот они летние принты в дайджесте есть готовые мастер-классы вот они и мультяшки и соответственно мастер-класс как мы выполняли эту работу то есть очень удобно для клиента у вас клиент открыл пока в этом маникюр делаете клиент может посидеть полистать и повыбирать вот они как раз таки мультяшечки то есть это может быть и какой-то минималистичный вариант да вот как в данном случае с с одним тоном а можно и уже что-то такое более более активно на каждом пальчике выполнить дизайн так у нас большой палец еще до ультрашайном мы покрываем из-за чего может цвет оставаться на кисточке топа из-за не просушенного цвета до недосушенный цвет только только эта причина ну а здесь уже из-за чего не до сок смотрите может быть уже в лампе дело потому что когда свет хорошо просыхает уже на кисти ничего не остается немножечко крошки под убрать и в принципе мы готовы перевернуть можно также сцентровать вот при взгляде сбоку тоже видно да классно потрясающие цвета прям это ну не знаю это наше детище детище наши этого сезона сушим там безумно конечно они мне безумно нравятся все очень сложно выбрать какой-то один покрыть каким-то одним цветом поэтому совершенно спокойно можно их сочетать друг с другом то есть вся коллекция абсолютно сочетается сочетается друг друг с другом так ну и тогда что вот окна сейчас хотела самый давай нажмем еще 30 секунд буквально девочки до суши мы покажем готовый готовый вариант есть дайджест а хотела вернуться вот еще такой вариант опять-таки до тропическая у нас тематика фрукты кокосы папайи лимоны и вот сочетание с таким с молочной скульптурой сочетание френча и покрытие под кутикулу и на илдресс и шерамиконы под матовым финишем мы в данном случае выполнили покрытие разными цветами финиш у нас глянец покрыли ультрашайна такая у нас получилась работа сделали коррекцию выполнили коррекцию при помощи soft pink желе для запечатки свободного края как-то их росла для запечатки свободного края и soft ньют гелем выполнили укрепление так ну что готово если хотите заскринить я выставила на столе материалы можете заскринить себе давай так так ну что разворачиваемся разворачиваю камеру всем спасибо большое за эфир ну судя по вопросам по вопросам и по количеству вопросов спасибо большое по количеству вопросов по поводу акригеля я так понимаю что все таки эта тема так очень актуально это супер это классно обожаю моделировать ногти длинные ногти и давайте тогда следующий раз действительно проведем эфир по акригели все всем спасибо тогда тему эфира вывесим спасибо девочки вам тоже спасибо очень рада была видеть такое большое количество человек тогда до встречи уже на следующей неделе всем хорошего дня